В этом году исполнилось 30 лет с момента основания печально известной финансовой пирамиды МММ, крупнейшей в истории нашей страны, которая объединила около 15 миллионов вкладчиков, которая смогла аккумулировать на по разным подсчетам сумму, сопоставимую с третью бюджета всей Российской Федерации, которая просуществовала всего-навсего полгода, но которая безусловно останется в истории нашей страны навсегда. Нет, я не стану вам рассказывать, что вы и так знаете. Я предлагаю попытаться найти ответы на главные вопросы, актуальные по сей день, готовы. Тогда начинаем. 26 марта 2018 года. Российские СМИ буквально пестрят сообщениями о смерти Сергея Мавроди, человека, чье имя стало символом целой эпохи, ни больше, ни меньше. Его называли злым гением. Аферистом всех времен и народов, главным злодеем тысячелетия, даже ограбившим миллионы людей не только в России, во всяком случае, так писала пресса. Сегодня не стало человека, ставшего одним из символов эпохи 90-х. На троллейбусной остановке в Москве прохожий вызвали скорую неизвестному. Уже в больнице его опознали, как Сергея Мавроди. Сообщение, которое появилось в средствах массовой информации, несколько минут назад в Москве умер Сергей Мавроди, основатель скандально известного акционерного общества МММ. Как стало известно, нашему каналу Мавроди был госпитализирован в 67-ю городскую больницу поздно ночью, с сильной болью в сердце. Любопытно. Да, и это тем более удивило. Умер злой гений, просто гуляя по улице, ни в шикарном дворце, ни в дорогущей зарубежной клинике, ни во время кругосветного путешествия на яхте в окружении красоток и лоска. Он умер от сердечного приступа, прогуливаясь по родной Москве без охраны, к слову. По Комсомольскому проспекту, где прожил всю жизнь в самой обычной советской квартирке, оставшейся еще от матери, после ухода Мавроди не осталось никаких империй, никаких счетов, никаких заводов, газет, пароходов, наследствий, наследников, ничего, кроме той самой квартиры на Комсомольском. Да тон публикации, из которой, впрочем, до сих пор непонятно главное, куда одевались миллиарды вкладчиков МММ? Значит, острая тема. Ответа на этот вопрос вы не найдете даже сегодня, спустя 30 лет вроде и злодей был, повторюсь. Вроде и афера имела место, да и пострадавших в деле основателя пирамиды тысячи, а вот куда исчезли деньги, по чьим карманам они растеклись? До сих пор тайна за семью печатями, это реальная журналистика. А все ли так, как нам рассказывали, неудобная правда? Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Начнем, пожалуй, с самого непонятного, но основного, на мой взгляд, 17 самосвалов с наличными, которые, как писали СМИ, якобы тайно вывезли из центрального офиса МММ на Варшавском шоссе в дни первого ареста Мавроди, там вообще одна сплошная мития. А мистика, то ли были эти КАМАЗы, то ли нет, то ли спецслужбы деньги изымали, то ли переодеты, и не пойми кто, однако факт остается фактом. Деньги пропали бесследно. Так вот, насчет того, что это обман на всю страну, этот момент всплыл на суде. И выступили свидетели, которые подтвердили под присягой, что они видели эти вывезы КАМАЗов, на что прокурор заявил, это тоже все есть в документах суда. А с чего вы взяли, что это спецназ? Вы у них проверяли удостоверение, ну и что-нибудь, что они были в форме. И на этом вопрос был закрыт. Вот так. Это не доказанный факт. Потому что суд отказался это рассматривать. Это по вашему мнению. Это не по вашему мнению, это факты я излагаю. Это я не трактую, это я не какие-то там, это факты. Любой факт можно осмотреть так или иначе. Хорошо, давайте рассмотрим факт так или иначе, как выразилась вот эта вот прекрасная барышня. Миллионы вкладчиков существовали. Это признали даже по суду. Значит, и тонны наличных тоже существовали. Я просто хочу напомнить. Для забывчивых, что мы с вами в данный момент говорим про 1994 год, тогда еще люди не пользовались банковскими карточками. Вернее, карточки-то уже были, но система безналичных платежей пребывала не просто в зачаточном состоянии, он и являлась большой редкостью. Даже через 10 лет, в 2004 году, на безналичные расчеты между физлицами, приходилось не более 15% от общего числа операций, уж во времена АО МММ. Да там был только кэш. Вот я и спрашиваю, как попугай, где, блин, этот кэш? Кто и в какую сторону вывез? Те тонны наличности, ну не в карманах же их, куда-то перетаскали, честное слово. Никто их не читал, они комнатами считались, не успевали считать. Поэтому не помню, сколько там комнат было, но все вывезли, гад. Куда вывезли? В небытие, куда? Где деньги, Липовки? Подведем промежуточный итог. Деньги были, из офиса на Варшавке они уехали. Как раз с помощью грузовиков куда? Где была конечная точка? И что, кстати, со свидетелями? Ну, шутка ли? Целая колонна автомобилей, да, набитых деньгами. Это ж не иголка в стогу сена. Попробуйте такую колонну прогнать по улицам Москвы вот прямо сейчас, да незаметно, ну бред же, верно. Наверняка эту колонну сопровождали, раз с деньгами была, в том числе, возможно, полицейские. А это свидетели. За рулем, кстати, тех грузовиков сидели люди, и это опять же свидетели. Да господи. Загрузить, разгрузить, а разгрузить машины тоже, ведь кто-то должен. Люди, много людей, и это тоже. Еще и еще свидетели. Так вот, где они? Где все эти свидетели? Почему их никто не искал, не опрашивал? Меня опять терзают смутные сомнения. В конце концов, и конвертировать тот нал, скажем, в безнал, тоже непростое дело. Предположим, хорошо. Имелись договоренности с какими-то карманными банками, но положить туда целую кучу, целые тонны наличных. На счета этих банков тайком, ребят, это шутка такая, что ли? Каким, блин, надо быть Копперфильдом, дабы настолько сложную схему провернуть? И опять, ни одного свидетеля не нашлось, кому это под силу. Целая спецоперация уровня... Ну, вы поняли. Да что ты, черт побери, такое несешь? Версия с возможным вывозом денег за границу вовсе не выдерживает никакой критики. Хорошо. Допустим, что те грузовики загнали в какие-нибудь контейнеры, и после уже контейнеры за рубеж вывозили под видом, ну, не знаю, каких-нибудь яблок, вот только опять не складывается. Кому там? За границей нужны тонны российских рублей, тонны подчеркивают. За границей это просто резаная бумага. Легализовать, отмыть такие бабки там намного сложнее, чем в России. И, кстати, намного опаснее, потому что там закон это не пустой звук. Сдадут и никакие взятки не помогут. Посему чушь, мути-компот, как говорил один небезызвестный политик нашего времени. Насколько я помню, аффилированные с МММ структуры покупали акции предприятий. В частности, фигурировали какие-то химические заводы. Самое главное, фигурировал Логоваз или Автоваз, как он тогда назывался. Нет, опять-таки путаница. Понимаете, когда начиналась приватизация, там был все-таки первый этап, который сейчас уже все подзабыли. Сначала он создал чековый инвестиционный фонд, ММИнвест. Он, кстати, стал крупнейшим в России. При него тоже все помалкивают. Там 10 миллионов участников. Это помимо МММ. Это вот в МММ было 15 миллионов. Чем он занимался? Как? Это был чековый инвестиционный фонд. Он занимался тем же, чем и должен заниматься любой фонд. То бишь, он вообще аккумулировал приватизационные чеки, эти ваучеры, и вкладывал их, там, покупал на них разные предприятия. Сложно, сложно, блядь, сложно. Еще один интересный момент, действительно. Часть денег вкладчиков, да, в том числе, через МММ, ММИнвест, другие подконтрольные структуры в Мавроди вложил в акции различных компаний в те же ценные бумаги Газпрома, например. Так ведь акции тоже пропали. А вот тут вопросов возникает еще больше. Условная 100-рублевка, она действительно может свободно гулять по рукам, от Васи к Пете, от Пети к Феде и обратно с ценными бумагами. Так не получится. Каждая сделка фиксируется документально, потому что вносится запись в реестр акционеров и бла-бла-бла, там куча геморроя акций. Так куда уплыли? И почему их до сих пор не нашли? Где деньги, Зин? А вот теперь хочу поведать вам реально удивительные и даже веселые вещи первое. Знаете ли вы, что после задержания Сергея Мавроди в августе 1994-го ему дали возможность избраться депутатом Государственной Думы? И он, кстати, избрался. Из-за решетки прикольно. Дальше. В 1995-м под Мавроди все-таки копнули поглубже, и он вынужден был исчезнуть. Человека объявили в розыск, причем не только в федеральной, но и по линии Интерпола. Правда, за следующие 8 лет Сергея Пантелеевича так никто и не нашел. В 8 лет мужик скрывался, и никто не нашел. Да ладно, серьезно? Кстати, сам Мавроди рассказывал после, что он и не особо-то прятался. Жил все там же, на Комсомольском проспекте в Москве, только в Думе напротив. И ни одна собака его не вычислила. Не смешите мои тапочки. Ну он же не шпион какой-нибудь, которого обучали спецслужбы за нос водить. Простой математик. Знаете, что я думаю? Я думаю, что просто не хотели искать, а скорее всего, вот эти 8 лет понадобились, дабы концы в воду поглубже заныкать, ну тем, кто реально деньги вкладчиков в пирамиду умыкнул. Суд. Ну это вообще веселуха. За что Мавроди-то судили? Вы думаете, за мошенничество, за создание финансовой пирамиды? Да сейчас за неуплату налогов, блин, ребята, за неуплату налогов, кстати, опять вопросы возникают. Налогов с чего? Если МММ признали финансовой пирамидой, налогов с пирамидой, с конторы, которая людей ограбила, если верить официальной версии, слушайте, ну что за бред? С таким же успехом можно судить квартирных воров, например, но не за то, что они квартиру подломили, обнесли, а потому что хабаром не поделились, ёпы РСТ. Меня приняли за мошенничество, за неплату налогов. С чего? С пирамидой, кстати сказать, налоги. Если государство утверждало, что это пирамида, то оно меня арестовало фактически за то, что не поделился, что ли? У них вообще там есть что-то в голове? Не охуя знаю. И опять вопросы, вопросы, вопросы. Вот еще один. Почему на скамье подсудимых по делу МММ был только один человек? Он что, один всю эту канитель провернул? В одну пачку создал МММ. В одну пачку убедил 15 миллионов граждан отдать ему свои кровные. Затем в одну же пачку вывез всю наличность, тонны, напомню, наличность, и на десятках грузовиков один. Вы что, шутите? Одна жена любит. Одна одежду шьет. Одна пищу варит. Одна детей кормит. И все одна. Не знаю, как вы, но я не верю в эти сказки. Тем более, я знал Мавроди лично. Не был он похож на сумасшедшего. Он был очень умный дядька, больше скажу. Деньги его особенно не интересовали. Он был скорее игроком, что ли, если можно так выразиться. Это ему просто нравилось. Играть в кошки-мышки с государством. Заодно тыкать ребятишек носом в пробелы и недостатки, имевшие место в том числе на законодательном уровне. И все это МММ, как по мне. Могло быть чем-то вроде наглядного примера, как можно умножить на ноль целую страну, пользуясь недоработками и ошибками чинуш. По идее, тому Мавроди следовало предложить должность в правительстве, наверное. Например, каким-нибудь консультантом в Минфине или в Министерстве экономики. Кто знает. Может, он чего-то такого как раз и ждал, глядившись в стране, бы пользу его таланты принесли. Но, похоже, жадность отдельных индивидуумов взяла ее верх над здравым смыслом. Предательств в моей жизни было много. Но это нормально. Если в вашей жизни были предательства, это тоже нормально. Не предают только самих предателей, потому что они всегда на готове. Их предать очень сложно. А нормального, хорошего человека предают сплошь и рядом. Потому что он по себе же судит. Он не ожидает подвоха. Но очень плохо в предательстве. То, что человек, соприкасаясь с предателем, теряет веру в людей. Да и вообще, если наши чиновники все из себя такие рубины будут. Чего же они после задержания и ареста Мавроди полностью не перетряхнули законодательство, дабы в будущем избежать возможности появления вот таких вот пирамид на финансовом рынке? Подобные структуры продолжают работать и по сей день. Да что там подобное? Сам Мавроди после выхода на свободу создал сначала МММ-2011, потом МММ-2012. Никто ему слова не сказал. Детище Сергея Пантелеича, к слову, и сегодня существует. Я не шучу отнюдь. В мае 2020-го последователи Мавроди создали МММ-20 кассу взаимопомощи имени Сергея Мавроди. Четыре года данная организация функционирует. Вот это поворот! К слову, если кому-то интересно, оставлю в описании к видео адреса их официального сайта, страниц в соцсетях. Там же оставлю ссылку на их YouTube-канал свыше 270 тысяч человек. На данный канал подписано. Вот в текущий момент больше скажу. Мне на самом деле самому стало интересно разобраться в этой истории, поэтому я разыскал человека, который называет себя преемником Сергея Пантелеевича и пригласил этого человека в прямой эфир. Зовут мужчину Даниил Юсупов. И он на самом деле не боится прийти к нам в эфир и ответить на любые даже самые неудобные вопросы. То есть, я вам фактически бросаю вызов. Вот уделайте меня, размажьте меня, покажите, что я мошенник. Вот эти вот все стереотипы. Вот приведите факты, доводы. Составьте, ну, построите беседу таким образом, чтобы люди увидели, действительно, вот я мошенник там, ну, я сейчас про общественное мнение говорю, что Мавроди мошенник. Вот вы его в канале у себя называете жуликом, да? Вот я вам говорю прямо, вы лгун, потому что Мавроди ничего ни у кого не воровал. Итак, 20 мая, 18 часов по Москве, данный прямой эфир состоится, подчеркиваю, прямой каждый из вас. Может принять в нем участие. Анонс на нашем канале появится уже завтра, видимо, не забудьте нажать колокольчик, дабы не пропустить это событие. Беседа обещает быть жаркой. Все, переваривайте. Это была реальная журналистика сегодня. Вот так. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты приветствуются, это помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте, поднимем, обсудим. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok